МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Мария Лазариди. После воссоединения Крыма с Россией на нашем полуострове активно ставится вопрос о восстановлении значимых для нашего региона памятников и названий. Севастопольское общество греков Элифтерия и Центр греческих исследований имени Кандераки также выступили с инициативой вернуть историческое название улицы, которая в дореволюционное время носила имя известного греческого деятеля Михаила Ильича Кази. Среди выдающихся личностей, которыми так богата история Севастополя, во второй половине XIX века едва ли не самой наибольшей популярностью пользовался Михаил Ильич Кази, обладавший высокими нравственными и незаурядными административными качествами. Михаил Ильич происходил из семьи греческих дворян, пришедших на российскую службу в период русско-турецкой войны. Именно в это время род Кази получил в подарок от князя Потемкина земли, которые носили название Финдикой – господская деревня. Все, что осталось сегодня от греческой усадьбы – это развалины поместья, ворота и памятник на старом кладбище в селе Айвовое. Сам Михаил Ильич свой жизненный путь начал уже в городе Героя. 24 октября 1839 года в Севастопольской Адмиралтейской Соборной Николаевской Церкви произошло такое очень приятное событие. Крестили сына Михаила, который родился 11 октября этого же года, 1839-го, у отставного капитан-лейтенанта Ильи Андреевича Кази и его супруги Александры Павловны. Михаил Ильич Кази, грек, из дворян Таврической губернии, в 16 лет был определен Гордемаринский роту в городе Николаеве. И в 1858 году он был произведен в Мичманы и служил в Рапите, русском пароходстве, обществе и торговле. Но через 10 лет он уволняется от морского ведомства, но продолжает работать в Рапите, директором по морской части. В 1873 году его избирают городским головой. В период с 1873 по 1876 года, когда Михаил Ильич был головой города Севастополя, велась совместная плодотворная работа с первым севастопольским градоначальником Павлом Александровичем Перелешиным. Как раз в это время, в 1875 году, в Севастополе открывают экспортный коммерческий порт. А это значит, что уже начал пополняться бюджет. И, конечно, вот две ветви власти очень много сделали для развития города, для его восстановления. Не обошли вниманием и народное образование, потому что в это время было построено открыто Константиновское реальное училище. По ходатайству или даже при содействии Михаила Ильича Кази была построена новая скотобойня для города Кази. Ходатайствовал перед правительством о получении городом суды. И правительственное судо было действительно выделено городу на постройку хлебных магазинов. На западном берегу Южной бухты строится здание таможни. Таможенные и железнодорожные по Гаузе, потому что уже заработала Лозово-Севастопольская железная дорога. После выбора в 1876 году он уезжает с Севастополя, он возглавляет Балтийский судостроительный завод, а затем и правление Архангельско-Мурманского пароходства. Деятельность Михаила Кази способствовала возрождению города из руин и пепла и его дальнейшему экономическому и культурному развитию. Именно поэтому на Международной научно-практической конференции был поставлен вопрос о возвращении исторического названия части современной улицы генерала Петрова. Михаил Ильич Кази в бытность свою севастопольским городским головой еще при жизни удостоился высокого звания почетный гражданин Севастополя. Человек, который сделал очень много для его возрождения, разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Благодаря его ходатайствам у нас есть сегодня исторический бульвар. Его имя носил один из пароходов на Северном море, полуостров в Карском море. Его именем было названо несколько учебных заведений в Санкт-Петербурге. Наше предложение построено таким образом, чтобы оно не повлияло исторически. Лучшую, наиболее благоустроенную часть генерала Петрова, пусть она так и называется, и в дальнейшем. Но вот эту часть, а именно она исторически называлась улица Кази, вот от начала и до конца, до кольца и вверх, вернуть ей прежнее старое название. Ни один, наверное, другой человек именно вот того времени, учит его вклад не только в масштабы города, но и России, но не сделал столь выдающихся заслуг. Но со своим желанием возродить имя столь выдающегося человека, представители греческой общины Лифтерия и Центр греческих исследований имени Кандераки столкнулись с рядом проблем. Насколько я знаю, это очень дорогостоящее мероприятие, переименование улиц. И прекрасно зная той экономической ситуации, в которой оказался наш город сейчас, а это полностью дотационный регион, надо смотреть на вещи реальные. Сейчас это городу не по силам. Я не понимаю, имеет ли смысл переименовывать часть улицы, ведь это связано даже не столько с вопросами финансов, сколько с вопросами юридических документов. Можно же ведь не переименовывать название, а можно дать новым улицам имена тех или иных деятелей, посвященные тем или иным событиям истории Севастополя. Но тут тоже своя проблема. Дело в том, что в последнее время строится в городе очень мало. Если строится, то оно строится на уже названных улицах. А вот новостроек таких крупных жилых массилов нет. Причем, более того, даже на оминовании таких отдаленных участков существует определенная очередь. Максимум, что может сделать администрация, это поставить в очередь, и когда-нибудь, неизвестно сколько лет пройдет, появится улица, допустим, Кази. Сегодня активно продолжается работа над этим вопросом, который поддерживается не только представителями греческой диаспоры, но и общественными и культурными деятелями Севастополя. К сожалению, наверное, как и другие улицы заслуженных людей до революционного периода, в том числе и почетных граждан Севастополя, сейчас уже их нет у нас в действительности. И, конечно, хотелось бы, наверное, восстановить историческую справедливость, потому что человек, действительно, чьи заслуги оценены севастопольцами, он заслуживает, конечно, такого увековечения и память о нем. Меморандум о намерении создания общественной организации, фронт интернационального и патриотического воспитания молодого поколения, основной целью которой является работа с молодежью и ее привлечением к активному участию в общественных проблемах. Меморандум о намерении создания общественной организации «Фронт национально-патриотического воспитания молодого поколения» был подписан в Хальдерберг-центре. Почему у меня спрашивают фронт? А потому что сегодня вопрос настолько стоит однозначно. Либо фашизм, либо мы, и другого выхода здесь нет. И заниматься подрастающим поколением, воспитанием в них ответственности за свою страну, ответственности за свои поступки, нужно, как говорится, начинать с молодого. Потому что результат отсутствия воспитательной работы, а именно интернационального воспитания, мы сегодня наблюдаем на востоке Украины. Когда не только разные национальности убивают друг друга, но и брат брата убивает чисто семейные узы. На мероприятии присутствовали представители Крымского регионального отделения общественного движения, крымских обществ армян, болгар, немцев и греков, Конгресса азербайджанцев в Крыму и национально-культурной автономии молдаван. Сейчас на фоне того, что Крым воссоединился с Россией, взбудоражил многие души не только в Крыму, но и в Российской Федерации, для того, чтобы трансформировать эту уверенность, этот социальный оптимизм в конкретные дела, которые дадут подтверждение именно нашей исторической правоты. В самом тексте меморандума заложен тот вектор, то направление, по которому будет развиваться этот фронт. Со временем мы составим план действия, программу, и она будет уже представлена и на сайте, и в СМИ. Участники «Круглого стола» единогласно считают, что будущее страны и нашего региона зависит от молодого поколения. И первая задача государства – это всячески поддерживать, воспитывать и развивать юные дарования. Мы, представители национально-культурных объединений депортированных народов, хотим и будем принимать участие в патриотическом воспитании нашей молодежи. Это очень важно для Крыма, для России в целом, и для создания гражданского мира, и взаимопонимания на полуострове. Тем более, что вот эта организация, она достаточно серьезная, она всероссийская организация. Я думаю, что мы очень конструктивно будем в этом направлении работать и создадим все условия для того, чтобы наша молодежь шла в армию уже подготовленная. И, конечно же, самое главное, чтобы она была патриотически настроена, чтобы мы вырастили новое поколение достойных защитников нашего Отечества, нашей Родины Российской Федерации. Нужно воспитывать людей на высоком уровне патриотизма, любви к Родине. Сергей Валерьевич Аксенов всегда на молодежных форумах говорит о том, что сейчас требуется молодежь именно креативно-мыслящая, которая может принимать быстрое решение и при этом брать на себя ответственность. Это очень такие качества, которые действительно присущи людям, которые добиваются больших результатов. А для того, чтобы эти качества были, они должны развиваться именно с ранних лет. У меня тоже дети подрастают. Также старший хочет поступить в военное училище. А этот фонд будет взаимосотрудничать и с Нахимовским училищем в Севастополе, и с кадетским корпусом в Алуште. Это именно даст понимание молодежи о том, в каком направлении двигается государство, какой выбран вектор, и будет уже развиваться с детства гордость за своего государства, за правительство, за руководство страны. Дорогие друзья, региональная культурно-национальная автономия греков Республики Крым-Таврида приглашает всех желающих на праздник, посвященный Дню Охи, который состоится 1 ноября в Доме культуры села Доброе в 13.00. На этом наша передача завершается. С вами была Мария Лазариди. Доброй вам недели и до встречи в Крымском эфире. Смотрите в следующей программе «Эльпида» национальный греческий праздник День Охи и первое празднование Дня народного единства в Республике Крым в среду в 17.15 на Первом Крымском. Редактор субтитров А.Семкин